доброе утро ну что я официально блогер мои дорогие я благодарю абсолютно каждого из вас кто подписался я думаю нас дальнейшем будет обязательно больше но первая тысяча это безумно важно и это те люди которые пришли тебя поддержать самом начале твоего пути которые в тебя поверили которые решили остаться с тобой и я благодарю абсолютно каждого каждого кто гуляет со мной по барахолке днепра каждого кто присоединяется в мой инстаграм каждого кто пишет мне свои комментарии какими бы они не были но это обратная связь моего зрителя и это дает крылья потому как без обратной связи вся эта деятельность по сути не имеет смысла что же сегодня мы с вами снова идем гулять на бархолку и также как вы поддержали меня в моем начинании давайте поддержим вот этого молодого музыканта это юное одарование он не для денег а просто так играет на бархолке показывает свой талант и давайте просто пол минуточки послушаем и пойдем за покупками взрослые и Этот красавчик, я думаю, сегодня будет не только в моем видео, но у всех, кто снимает барахолку. Я его чуть не купила, на него цена была всего 100 гривен, но у него, к сожалению, отбито и приклеено ухо. В целом, эта копилка очень огромная. Так, первая покупка есть, идем дальше. Посмотрите, какой-то медведь, наверное, это карандашница. Делаем вторую покупку и бежим. Так, быстренько, как всегда, посмотрим, что добавилось за неделю у наших постоянных продавцов. Вот такое какое-то украшение. Думаю, это серебро. Слоники интересные, мраморные, я думаю. Эти часы меня не отпускают, уже не первый раз их показываю. И целая выставка собак. Кто собирает собачек, пожалуйста. Статуэтки интересные, хорошего качества. Не Китай. Я не могу сказать за все 100% ассортимента, но на многих есть этикетка европейские, в основном производители. Собачки замечательные, натуралистичные, очень красивые. Похожи чем-то на немецкие фигурки шлях, некоторые из них. Вот такую картину. Сказали, что очень древняя, какого-то там года. Не знаю, просто покажу. Какие-то страшные маски, резьба по дереву. Кто присоединился только сейчас и, возможно, еще не знаком с моим форматом. Я не показываю все подряд, подробно не снимаю всю барахолку и каждую тарелочку. Простите, вот эта шкатулочка мне очень понравилась, но у меня не было возможности дотянуться, посмотреть это к жель или дельфт или что-нибудь вообще, есть ли там клеймо. Вот эти очень симпатичные статуэточки. Так вот, я не спрашиваю цены на все подряд, не показываю каждую чашку на барахолке. Я показываю наиболее интересные кадры, на мой взгляд, и показываю свои покупки. Вот это какая-то старенькая, очень гипсовая дама. Но здесь не не разрешали снимать. Вот эти голуби, мне кажется, тоже и сегодня не только я их покажу. Они очень большие, абсолютно целые, интересные, недорогие. Но, честно говоря, мне они одновременно похожи и на какую-то артель, допустим, да, может быть, довоенную. Но, в целом, мне кажется, скорее всего, это послевоеные, наверное, 50-е годы. Вот эти вот шикарные вещички я бы, конечно же, взяла. Все же понимают, что это моя тема, этот цветной хрусталь с этими гравировками, но на обеих сколы. К сожалению, вот такая сервировочная ложечка с дырочками для того, чтобы подавать или накладывать что-нибудь такое, из чего могла бы стечь лишняя влага. Ну, например, достать вишенки из варенья, чтобы мог стечь сироп. Вилочка, к сожалению, была какая-то прержавевшая, что ли, хотя ручка у нее интересная. Ну что, едем домой, смотрим покупки и забираем посылку с почты и ее тоже смотрим. Поехали. Итак, у меня к вам еще один вопрос. Я обещала, что если я наберу тысячу подписчиков, то я, в общем-то, познакомлюсь со своим зрителем. Более близко, как говорится, лицом к лицу. И я сдержу свое обещание. Я запишу какое-нибудь видео знакомство, но мне нужно для этого хотя бы недельку, возможно, две для того, чтобы подумать над форматом этого видео. И для того, чтобы мне было легче и вам было интересней, я предлагаю, напишите в комментариях под видео вопросы, которые вы бы хотели мне задать, на которые вы бы хотели услышать ответы. И я отвечу, постараюсь на все вопросы, посмотрим, сколько их будет. Я постараюсь ответить на все в своем видеознакомстве. Ну что ж, мы уже дома, и давайте смотреть покупки. Конечно же, я не так много всего купила на барахолке. Я еще открыла посылка, мне пришла. И вчера у меня было видео с сервировкой стола с огромнейшим выбором цветного стекла, которое я получила, и винтажного, и нового. И там есть очень интересные вещи. Кто не видел, заходите. Итак, давайте по порядку мои покупки на сегодняшней барахолке. Их, конечно, не так много, но все равно приятные и гораздо лучше, чем в прошлые выходные. Давайте начнем с первого. Во-первых, я взяла вот таких две рюмочки. Я вам уже такие показывала. Я взяла две когда-то там, две барахолки назад. И сегодня я взяла еще две. Так и собираются сеты. Посуда 50-60-х годов. Как правило, очень редко бывает 6 штук комплекта. Как правило, вы знаете, в семье хоть одну до разбили. Поэтому часто, чтобы собрать вам комплект, по 4-6 штук и больше, на это нужно либо время, либо покупать это у разных продавцов. Сейчас я вам покажу. Вот они у меня были еще две. Ранее я покупала. У них очень интересный цвет. Такой необычный, голубой и отливает очень таким красивым синим. И ручная гравировочка. Мы с вами их уже смотрели. И вот такие есть к ним из точно такого же стекла, просто за счет объема. Оно немножечко на камеру так не отливает. В жизни это стекло абсолютно идентично. Давайте поставим рядом, посмотрим. И вот таких у меня тоже уже есть 4 штуки. Продолжаем собирать. приобрела я 4 вот таких прекрасных бокала. Назовем этот набор тет-а-тет, так как он на двоих. Здесь всего 2. Я, если честно, не понимаю, зачем люди продают подштучные бокалы? Не первый раз встречаю, что выносят набор и объявляют цену за штуку. Почему не продать сразу набором? Вот я не знаю, кто-то же тоже забрал, наверное, две штуки. Зачем? Ну, как есть. Не знаю, наклейка содрана. Конкретно фирму не скажу, но на дне есть вот такая гравировочка Франция. Но это что-то современное. Стекло хорошее, качественное, красивое, очень сумасшедший красивый аметистовый цвет. Наша камера и этот серый фон немножечко воруют. Конечно, цвет прямо яркий аметист. Но это стекло современное, не ручной работы. Я думаю, что это какой-то качественный масс-маркет. Под видео будет в описании ссылочка на мой рабочий инстаграм аккаунт. И все с ценами я выставляю туда. Вот такие были куплены мной еще фужеры. В форме они как для шампанского, но на коротенькой ножке. Я тоже постараюсь их как-то сфотографировать и прикрепить картиночку, чтобы показать их реальный цвет. У них цвет очень интересный и необычный. И название этому цвету я не знаю. Не могу определить. Он вроде бы розовый, но с фиолетовым отливом. На самом деле он очень интересный. И переливаются они, конечно, гораздо больше. Более насыщенный цвет на самом деле у фужеров. Наверное, это слишком яркая подсветка. Слишком их просвечивает. О, а вот сейчас неплохо. Вот где-то так. У них прям хороший такой фиолетово-розовый перелит. Так, возвращаемся к нашему яркому свету. И еще мной были куплены две очаровательные винные пробки с натуральными камнями, с розовым аметистом и кварцем. Ой, боже, простите, с аметистом и розовым кварцем. Я не знаю, почему они дождались аж меня. Я видела, их брали, трогали и торговались много людей. В том числе и те, которые снимают видео и берут вещи на перепродажу. Я не знаю, почему они меня дождались. Но, слава богу, я этому очень рада. Я уже примеряла. У меня есть открытая бутылочка вина. Они прекрасно подходят. И я буду пользоваться такими шикарными винными пробками. Что ж, переходим к показу из посылки. Я, наверное, возьму телефон в руки. Сейчас и буду снимать. Хотя нет, вы знаете, мне на штативе удобнее. Итак, для начала, что я вам покажу. Шесть вот таких замечательных стаканов. Ну, давайте представим, что их шесть, чтобы я не доставала все. Из очень красивого, насыщенного, травяного цвета стекла. Я думаю, что это стекло, оно очень качественное, очень прозрачное, очень насыщенный цвет, очень хороший у него отблеск. Похожий по качеству на Чехословакию или что-то подобное. Пожалуйста, очень много комментариев мне в прошлый раз там прилетало про то, что это все стекло СССР. Нет, я покажу разницу детальнее на желтых стаканах, например. И там все сразу будет понятно. Также к ним есть шесть вот таких очаровательных рюмочек. Они прям вот маленькие, миниатюрные, но прекрасное стекло. Посмотрите, какое у них донышко. Тяжеленькое, массивное, при этом очень прозрачное. У них невероятный, действительно, такой шикарнейший зеленый цвет. Не болотный, там не... Вот именно такой насыщенный, травяной. Так, давайте посмотрим. Сейчас уберем. Давайте посмотрим теперь, что мы имеем по желтому стеклу. Значит, вот такой графин. И из такого стекла уже я из Харькова, из Харьковской барахолки, привозила ликерные рюмки. Стекло очень интересное. От советского сильно отличается. Тоже массивное такое дно. Прозрачное, невероятный отплеск. Посмотрите, какой. К сожалению, мне, если честно, кажется, что в графинчике не родная крышка. Она легче. И вот она, мне кажется, из советского стекла. Мне кажется, она подобрана. Но, либо я учту это в цене, либо я подберу ему крышку. Если не родную из точно такого же стекла, то, может быть, наоборот, на контрасте какую-то хрустальную, резную, белую. Ну, то есть, то, что, наоборот, сделает его лучше и интереснее. Из такого же стекла шесть вот таких рюмочек. Я думаю, их можно считать ликерными, судя по расширяющемуся верхнему краю. Но, в принципе, никто же нам не запрещает использовать так, как нам хочется. Но, в целом, и емкость графинчика очень небольшая для ликерчика, наливочки, чего-нибудь такого. Соответственно, и рюмочки такие же. Их шесть, полный комплект. Просто посмотрите на этот блеск. И я вам хочу сказать, что я уже говорила, что приходится собирать какие-то моменты и по одной, и по две, и по три штуки докупать. И вот у меня есть этой серии из такого стекла две вот таких коньячки, они большие. И две вот таких еще рюмочки. Очень они интересные, очень красиво это дно. Посмотрите, какого качества стекло. Конечно, две это не комплекты, я не буду ставить на них цену. Но если вдруг, например, ну вдруг, вам просто хочется иметь на кухне, вы, например, вдвоем, да, вы семейная пара там, и вы хотите, ну да, там, что-то, в общем, ними пользоваться. Пожалуйста, я могу продать вот этот комплект на четыре штучки. В принципе, он пока будет стоять у меня и ждать еще сородичей. Вот, продажу я его пока, ну, не выставляю, не объявляю на него цену. Но вдруг, либо вы хотите купить все вместе, например, да, вы хотите и графин, и рюмочки, и эти бы забрали. Вот. И либо же, например, вас просто интересуют эти четыре штуки. Пожалуйста. Ну, пока показываю то, что есть, вот, купила и собираю вам с этой. Сейчас покажу праздницу. Есть три вот таких фужетчика. Это тоже очень красивое желтое стекло с очень красивым лимонным отливом. У меня были такие рюмочки. И очень хорошего качества стекло. Я не могу даже, как бы вам сказать, спорить. Оно может быть производство и СССР, и Чехословакии. Но если это СССР, то это достаточно высокого качества стекло. То есть это какие-то хорошие заводы. У нее такой лимонный отплеск в гранях. Это стекло гораздо тоньше. Оно и на ощупь, и на вес отличается. Ой, господи. Видите? Это разное стекло. И вот это вот, я думаю, Чехословакия. Все это ручной работы. Все это сделано вручную. На стекло-тудной трубке. Потому как все присоединены, все части вручную. И сформирована вот эта ножка тоже вручную. И давайте покажу вам, остались последние рюмочки. Я думаю, это то, что все называют карамельным стеклом. Но, знаете, обычно оно такое просто бежево-коричневое. Эти все-таки персиковые. Вот правда. Они нежненькие. И они вот именно персиковые. Они такой розовый персиковый. Они очень нежно смотрятся за счет еще вот этой своей выемки. Такой легкости. И даже вот здесь вот стенка. Вам покажу. Она выгнута еще раз. Сформирован еще один изгиб. И выглядят они очень легко. Очень красивые. Все-таки на вот то стандартное, то, что называют карамельным стеклом. Такие коричневатые. Они не похожи. Они действительно такие оранжевато-розоватые. Вот персиковый цвет. Они очень красивые. И таких комплектов у меня два. Два по шесть штук. Возможно, кому-то нужно 12. Пожалуйста. Пишите в комментариях или в Инстаграм. Я все выставляю туда. В Инстаграм. Вдруг у вас Инстаграм нет. Напишите. Дам вам свой номер телефона. И мы с вами все решим. Вайбер, WhatsApp, Telegram, YouTube, Messenger. Что ж, мои дорогие. Сегодня у меня особый день. Вы меня осчастливили. Свои тысячи подписок. Всех целую. Обнимаю. Завтра снова поеду, посмотрю, что там на барахолочке. И я думаю, что завтра я заберу все посылки. И послезавтра будет видео. Там очень много всего. Будет и наборы графины с бокалами. И для шампанского. Фужеры. И ликерной рюмки. И всего, чего только не придумаешь. Там будет. Еще раз повторюсь. Кто не смотрел вчерашнее видео. Почему-то многим, я кого знаю лично, не пришло оповещение о нем совершенно. И я вижу, что просмотром оно меньше, чем на других моих видео. Возможно, что-то не так. Возможно, что-то YouTube в своих алгоритмах опять поменял. Поэтому зайдите. Обязательно посмотрите. Там красота. Всем пока-пока.